Ваши краткие впечатления об игре? Комментарий будет краткий, конечно, после такого крупного счета, что тут комментирую, единственное, что можно выделить, что мы сегодня проиграли двум вашим центральным защитникам, которые впереди все, весь верх сняли и забили по голову со стандартов, тогда поэтому, когда ты во втором тайме проигрываешь уже 0-2, пусть со стандарта, то, понятно, уже тяжело вернуться в игру, хотя мы пытались с заменами освежить, но не получилось. Вопрос по пенальти, ну такой он, в суде подошел, там прямая нога была, все-таки соперник пробрасывал мяч прямой ногой, ну ладно, пусть это останется на его совести, как говорится, ну а про четвертый мяч ничего не хочу сказать, вы сами видели там рикошет, поэтому основной момент мы сегодня проиграли вашей команде по стандартам, вот именно двум центральным защитникам. Коллеги, если есть вопросы, прошу. Да, можно вопрос. Александр Игоревич, вы очень много лет играли в Бундеслиге, скажите, пожалуйста, есть ли какой-то клуб, на который вы хотели бы уравняться, чтобы Ленинградец играл, пусть не из первого, но из второй Бундеслиги, какая команда играет сейчас? Ну, послушайте, ну любой тренер строит свою игру или там философию игры, исходя из тех игроков, которые у них есть в наличии, но что сейчас говорить, что в Бундеслиге, конечно же, хочется играть там так, как эти топ-лубы делают, но, к сожалению, у нас уровень игроков в нашем футболе, да, я думаю, можно здесь и обобщить, не такой, как там, поэтому здесь смысла что-то комментировать не верно. Ну, там же есть андердоги разные, тоже мансы, например, что-то еще какие-то. Ну, там больше, естественно, там за счет мотивации, желания, характера – это в крови у всех немцев, скажем так, поэтому и матчи такие зрелищные, и всегда, в общем-то, может быть присутствует такой момент непредсказуемости, вот, и, наверное, больше за счет этого. Конечно, по уровню игроков, там, с Баварией, с Доркландом вряд ли кто-то может соперничать. – Вячеславович, какое-то предчувствие было перед матчем? Может быть, хорошая или плохая? – Ну, вы знаете, мы достаточно надежно играли в обороне в предыдущих матчах, вот, и, в принципе, честно говоря, такой, нельзя сказать, что прям совсем уверенность была, но, исходя вот из тех результатов и игры в обороне, в принципе, было нормально, вот, и, соответственно, такой крупный счет, наверное, не ожидали ни вы, ни мы, да и, в принципе, ход матча это показал в первом тайме, тогда практически, ну, там, один момент был передача с фланга, там у нас проспал игрок, который у вас замыкал там дальнюю штангу, а так, в принципе, моментов не было, у нас тоже так особо не было, но игра была, в принципе, равная. Вот этот угловой 0-1, ну, и, в общем-то, попытались встряхнуть игроков в середине, соответственно, ну, вот этот гол сразу, который получили второй тоже с углового, со стандарта, конечно же, смешался и карты, тогда уже при 0-2 было тяжело вернуться в игру. А когда вы на тему стандартам не готовились? Да мы готовились и к вашим стандартам, и к нашим стандартам, вот, но наши стандарты, в общем, мы начали-то, в принципе, неплохо, первые 10 минут было и пару хороших атак, и те же стандарты, угловые заработали, вот, ну, там ваши два центрального защитника там снимали все, там тяжело было их продавить, вот, в штрафной площади, особенно при стандартах, но и впереди они забили, там здесь все сняли, а там забили, поэтому, два хороших парня, молодцы, выиграли игру. Игорь Анатольевич, делитесь впечатлением от этой победы? Встречались хорошие команды, и не случайно у них достаточно много очков, и они, да, и тот же Несей на выезде обыграли, и чудом не выиграли, не забили пенальки там в Туле, поэтому команда хорошая, мне понравилась особенно первые минуты, мобильная, да, конечно, нас наврататель там в начале выручил, ну, мы молодцы, ребята молодцы, в принципе, стандартные положения сработали, и дальше мы уже там играли, играли уже по счету, еще два гола забили хороших, поэтому всех поздравляю с победой, все молодцы. Какое-то предчувствие перед этой игрой было? Да, предчувствие иногда и подводит, иногда и нет, ну, какое-то, конечно, было предчувствие, но то, что будет тяжелый матч, естественно, было. Ну, так, то, что крупный победитель, выиграем, наверное, такого не было. Вопросы, пожалуйста. Есть вопрос. Игорь Николаевич, вы сознательно сделали акцент на игры на флангах, потому что на флангах разрывали, а по центру как-то ничего такого особого не было, или просто Чуканов из игрок этого выпал? Не сказал, что он выпал, просто, вы правильно сказали, да, мы готовились к команде, мы понимали, как они будут играть, и особенно в первом тайме на это и настраивались, что на флангах будет достаточно, ну, больше пространства, чем в центре, да, и тем самым, ну, что-то работало, а что-то, ну, не работало, а что, кстати, Чуканов, там, когда персонально играет с человеком, ну, наверное, там тяжело тоже, поэтому его тоже можно понять, поэтому мы хотели во втором тайме его поменяли, но, наверное, он свои минуты отыграл, в принципе, молодец, хотели немножко еще усилить прессинг, так называемый, да. В продолжении темы вы сказали, что против него персонально играли, и Ленинградцы лидер, наверное, на громке, да, сам опасный игрок в атаке, против него была идея персонально сыграть? Играли, потому что выключили его из игры полностью? Ну, мы в персонале ни с кем не играем, поэтому… И Жирокий, да, неплохой футболист, неплохо сыграл, ну, я бы еще отметил и Маркина, в принципе, тоже, вообще хорошая команда, поэтому мы… вдвойне приятно, что мы сегодня победили. Еще вопрос есть. Правый фланг очень здоровый, мне лично понравился наш правый фланг, связанный с тем, что Шитов стал лучше играть в обороне, связано ли это с этим, потому что в атаке-то он и в предыдущих матчах здорово действовал, а сегодня и в обороне на совесть отрабатывал. Ну, потихоньку набирает те кондиции, которые у него были в «Спартаке», да, поэтому каждый парень молодец, с каждым матчем все лучше и лучше становится, поэтому я могу только пожелать, чтобы он так же дальше действовал. Ну, над чем работать, я считаю, что мы заслужили эту победу, все бились, сражались друг за другом, я считаю, закономерный результат. Физически удалось очень хорошо к этому сезону подойти, поскольку, ну, видим, с первой до последней минуты команда бегает. Ну, подготовились на предсезонке, я видно невооруженным взглядом, что друг за другом бегаем на каждом участке, силы, море, заслужен, еще раз говорю. Этот стереотип, что кто пенальти заработал, лучше его не исполнять, совершенно не страшитесь, да? Да нет, что там, я не знаю, это стереотип, как бы. Я хотел забить, открыть счет голам в первой лиге, и для меня это было важно. Спасибо большое, с победой. Спасибо. Никит, делись впечатлениями об этом матче. Ну, победили, очень уверенно, с уверенным счетом. Благодарим болельщикам в первую очередь, команде, каждому из пацанов и тренерскому штабу. Дву головой это твое? Ну, в Челябинске часто забивал, в Астрахани не забивал, и вот сейчас вот так получилось, не знаю. А сегодня, в принципе, у нас игра стандарта получилась, да? Да, исполнили то, что нарабатывали в недельном цикле, тренировали, то есть это получилось у нас забить все. А рассказывай про свою фамилию на самом деле, чтобы не было у нас домыслов всяких и так далее. Фамилия правильная у меня через букву Е пишется, а не Печенкин. Ага, понятно. Вопросы подозрения. Да, есть вопросы. Никита, можете сказать, что сегодня для центральных защитников, тем не менее, был идеальный матч? Потому что даже больше, чем идеальный, потому что и в обороне отработали супер, и два гола еще забили. Ну, идеально, не идеально, это мы на разбой разберем. Спасибо большое. Идеальный и не идеальный на разборе, нам тренер расскажет ошибки, они 100% у нас есть по игре. Ну, обычная рабочая игра. Как бы не было и не легко, и не тяжело. Может быть, что Тюмень – это команда стандарта? Потому что я сколько понимаю, сколько мы 3-4 и 8 голов забили, из них он только один из стандарта. То есть процентов 80 – это, по-моему, результат какой-то ошеломительный. Ну, опять же, повторюсь, это наработки, на тренировках все делаем. Из этого вот такой результат. Сейчас, получается, если таблицу говорить онлайн, Тюмень на втором месте, ну, делит первое место с Акрона. Вот на данный момент времени. Ожидали, что после 4-х турок так может быть? Да, конечно, ожидали, все верили. Боевая команда у нас собралась. От игре к игре идем только побеждать, и все. Да, нестандартный вопрос. Будете ли завтра подкалывать нападающих, потому что они не забивают, а защитники тут взяли экзальтацию не сделали, из 4 голов 3 защитников? Нет, ну, завтра, конечно, выходной. На тренировке просто, зайти как байтуков после гола. Но в первой игре они забили у нас. Как бы, они нас не подкалывали. Мы сыграли на ноль и забили. Это удалось, ну, как бы, все хорошо, ничего не будет никто подкалывать. А можно еще? Это, наверное, в первую очередь не к вам вопрос, но тем не менее. Вот Байтуков, когда забил... Я просто забыл сказать, что Байтуков такой вопрос задали. Байтуков, когда забил гол, по-моему, по ходу Макгрегора, да, он исполнил? Это что за прикол? Ну, любимый боец его. А, он и все увлекается, да? Да, да. Можете ему пару вопросов задать. Кстати, Никита, а сердечко кому было? Там у меня супруга была с ребенком, мы, родители, приехали на игру. Хорошие подарки, наверное. Да, очень. Еще вопросы? Все? Очень позитивно надо заканчивать. Ну, что-то хорошее скажите. Классная игра. Всех с победой, спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok